Привет, я Крейг де Мартино. Это один из самых отдалённых уголков Аляски. Именно здесь во время охоты пропал друг Эдриэна Нобса Гаррет Хаген. Теперь Эдриэн остался один, со всех сторон ему грозит гибель, но он не намерен умирать. Среди дикой природы Аляски человека поджидает немало опасностей. Гризли, волки, стремительное течение, ледяная вода, холод и ветер. Эдриэн Нобс имел несчастье хорошо ознакомиться с этим списком. Шёл третий день охоты, на которую он отправился со своим другом, и Эдриэн знал, что с Гарретом Хагеном случилось что-то ужасное. Увидимся! Гаррет отправился к своей яхте изобилия, стоявшей на якоре в километре от устья реки Чикамин. Затем, во мгновение ока, Гаррет исчез. Через час я был уверен, что его больше нет. Яхта стояла на якоре и никуда не двигалась. Хорошей поездки! Родные Эдриэна и Гаррета не ждали возвращения опытных охотников раньше, чем через неделю. Так что никто не начал бы их искать раньше, чем через семь дней. Я знал, если я погибну и меня унесёт приливом, наши родные решат, что нас съели медведи или волки. Эдриэн думал о своей жене, двоих сыновьях и внучке, оставшихся в Мичигане, а также семье Гаррета в Крейге, штат Аляска. Это укрепляло его дух и желание спастись. Я не мог позволить, чтобы они остались в неведении о нашей судьбе. Я должен был спастись и рассказать об этом. Его первой задачей было покинуть зону прилива. Эдриэн знал, что в туманных фьордах Аляски ледяная вода во время приливов поднимается всё выше. Либо он найдёт сухое место, либо утонет. С одной стороны от него находились отвесные скалы, с другой – река Чикамин. Вдоль подножья скал тянулась узкая полоса деревьев. Полоса всего метров шесть, а дальше отвесная скала. Среди деревьев было полно следов медведей и волков. Так что к деревьям он идти не мог. Переплыть реку тоже было невозможно. Слишком широкое, быстрое и холодное. Он застрял на клочке песка и ила. Единственный выбор – поваленное дерево. За корнями дерева я прятался от ветра. Проблемой было то, что после первой ночи прилив стал выше, и с каждой ночью вода поднималась всё выше и выше. Ствол дерева помог Эдриану укрыться от ветра. Он развёл там костёр. Но приливы становились всё выше, всё смыкаясь вокруг поваленного ствола. Сухой участок промок. Это произошло так быстро, что с ним потух и костёр. Его больше не было. Эдриан привёл Крейга де Мартино к поваленному дереву, которое дало ему укрытие от прибывавшей воды. Здесь была ветка, на которой я сидел. Здесь можно было кое-как примаститься. Но когда ветер стал очень сильным, а даже бриз сейчас довольно сильный, он устремлялся сюда, как в воронку. Так. Он дул мне прямо в висок. Я сидел здесь вот так. Просто сидел. Дождь продолжался и на следующий день. Хотя он затушил костёр, польза была и от дождя. В дереве было углубление, вроде чаши. Я не мог опустить туда свои руки или лицо, но я смог отрезать кусочек камыша и использовал его как соломинку. Отсюда я пил дождевую воду. Во время одного из отливов я решил, что мне нужна настоящая вода. Я выбрался к скалам на юге. С них каскадом лила вода. Обыкновенная пресная вода. Я простоял там полчаса и пил, пока не понял, что не смогу выпить больше. Затем я вернулся обратно, пока не начался прилив. Эдриэн углублялся в заросли на несколько часов во время отлива, но только в дневное время. Ночью там было слишком опасно. Каждое утро, пока я находился там, я находил волчьи следы. А на песке можно было видеть отпечатки лап большого медведя. Я подумал, два раза в день все смывает вода, а я вижу эти следы. Среди деревьев мне прятаться нельзя. В тот день, когда они с Гарретом высадились на берег, Эдриэн взял с собой четыре батончика. Кроме того, у него были два ружья Гаррета. Я думал поохотиться, но у меня не было огня. Я спросил себя, готов ли есть то, что добуду, сырым. Нет. На случай, если мимо пролетит самолет, Эдриэн готовил знаки. Во время отлива я выходил и писал, помогите, а рядом большую стрелку. На расстоянии 100 метров еще раз писал, помогите. Еще одна стрелка. Если бы летел самолет, он бы пролетел вдоль стрелок, а все они указывали туда, где был я. Гигантское дерево служило ему убежищем от мощных приливов. Я оказался в плену на этой ветке. Непогода усиливалась. Спрятаться от нее на открытом пространстве становилось все сложнее. И вдруг горизонт потемнел. Через горы с той стороны пролива шли черные тучи. Ого, серьезная буря. Затем засверкали молнии. Грозы на Аляске явление редкое. Да, конечно, красиво. Но я понимал, что это идет в мою сторону. А я нахожусь на плоскости посреди реки. Спрятаться ему было негде. Эдриан стал идеальной мишенью для молнии. Я подумал, что могу и не выбраться оттуда. Оказавшийся на поваленном дереве посреди намыва в устье реки среди дикой природы Аляски, Эдриан Нобс в прямом смысле цеплялся за жизнь. Он не был уверен, что переживет первую ночь, а тем более вторую или третью. Проливной дождь шел круглые сутки, но он держался. Приливы становились все выше и выше с каждым циклом. Буря нарастала, и призывы Эдриана о помощи оказались смыты ими. А в четверг... Дождь стоял стеной, ветер становился ураганным. С меня срывало одежду. Я чувствовал, что у меня переохлаждение, и понимал, что могу остаться там навсегда. Помощи ждать неоткуда. Но Эдриану помогала воля к жизни и желание рассказать семье, особенно семье Гаррета, о том, что с ним случилось. О себе я в тот момент не думал. Совсем не думал. Речь шла не обо мне. Я думал о том, что должен выжить ради своей жены, детей и внучки. Я хотел, чтобы семьи знали, что произошло. Я хотел, чтобы, если я умру, Бог посмотрел на меня и был счастлив. Вокруг бушевала буря. Эдриан понимал, что четверг может стать его последним днем, и нашел способ рассказать о выпавших им испытаниях. Я взял одно из ружей Гаррета и свой нож. Я решил вырезать на прикладе сообщение. Вкратце там говорилось, что Гаррет был из Крейга, Аляска, и умер 15 сентября 2013 года, утонув на лодке с убитым им медведем. Я думал, что это позволит людям узнать, что случилось во время охоты и как он умер. Затем я написал, Эдриан Нобс оказался в зоне прилива без еды, замерз и промок. Я забрался повыше, чтобы спасатели или охотники могли заметить ружье даже через три года. Это как послание в бутылке, брошенное в воду. Я надеялся, что его найдут. Наступила пятница. Я решил, что смогу еще продержаться. Это придало мне сил и решимости. И вдруг днем снова поднялся ветер. Буря с новыми силами обрушилась на берег, будто направляя все свои силы на упавшее дерево и измученного охотника. Я думал, что в первые два дня ветер был сильным. Но с каждым днем, особенно когда пришла гроза, становилось только хуже. В предыдущие дни ветер был метров 30 в секунду, а здесь уже свыше 40. Мне пришлось забраться повыше, но стоило это сделать, как меня едва не сдуло. Я знал, что в воду падать нельзя, потому что вокруг дерева поднялась вода. Это был тяжелый день. Для Эдрия Нанопса последние шесть дней оказались невероятно сложными. В начале недели у него было четыре батончика. Последний он съел позавчера. Из воды у него только то, что есть в дупле поваленного дерева. Последние силы он потратил, чтобы забраться на это дерево. В последней ночи я начал слабеть. Я был невыспавшимся. В эти шесть дней я спал по три часа. Утешение Эдриану приносили две вещи. Господи, я знаю, что ты видишь меня. Эдриан относится к свидетелям Иеговы и молился с первого дня. Молитва была больше обращением к Богу о том, что он видит и чувствует. Вторым утешением ему служило то, что в устье реки Эдриан видел изобилие. Крепко стоявшая на якоре яхта Гаррета дарила ему надежду. Ты видишь вдалеке изобилие. Ты смотрел на нее просто так? Что это тебе давало? Я думал о том, что когда она схватится, береговая охрана обнаружит судно и первым делом решит проверить, есть ли кто выше по реке. В субботу вечером дождь и гроза ненадолго стихли. Эдриан обнаружил, что случилось страшное и пал духом. Уже смеркалось, когда дождь прекратился, и я обнаружил, что яхты нет. Я был в ужасе. Она ведь служила точкой начала поисков. Жестокий шторм сорвал изобилие с якоря и с течением унес в море. Казалось, природа переиграла Эдриана в длившейся неделю борьбе за выживание. Что ты почувствовал в тот момент? Это конец или что? Назавтра должно было быть утро воскресенья, и я был на грани потери сознания. Думаю, это от недостатка сна. Всю неделю я спал всего по несколько часов. И в этот момент я сказал, я не могу больше забираться на дерево. Я просто... Просто лег. У меня больше не было сил бороться. Мне надо было просто отдохнуть, потому что было очень больно. Я колол себя ножом в колени и бедра. Я думал, что это, возможно, мое последнее утро. Днем придет прилив. Если я не залезу на дерево, я мертв. Эдриан Нобс неделю выживал среди дикой природы Аляски. Продолжать дальше он не мог. Ты решил просто лечь. Да, просто лечь на мокрую траву. Ты не собирался вставать. Думал, что это конец. Я знал, что шанс есть. Боже, спасибо тебе за жизнь, которую дал мне. Я попрощался с семьей, пока лежал, произнес молитву и поблагодарил Бога. Спасибо за твою милость. Спасибо за субтитры, которую вы показали. В воскресенье 22 сентября перед рассветом вертолет береговой охраны отправился в Туманные фьорды. Только что было получено сообщение о найденном в том районе судне без экипажа. Это было изобилие. Это звонок, который боится получить семья любого рыбака. Сообщение береговой охраны о том, что найдено дрейфующее судно без экипажа. Насчитывающий четыре человека экипаж вертолета не знал, где именно начинать поиски. Но у лейтенанта Криса Энаксона было предчувствие. Я посмотрел на карту и подумал, что река Чикамин – первое место, где было бы удобно высадиться на берег, если ты собирался поохотиться. Вертолет летел низко, на высоте менее 100 метров, чтобы экипажу было проще заметить людей. Пока мы были заняты поисками, мы видели стаи волков, следы медведей, так что дикие животные в этих местах определенно представляют опасность для тех, кто может оказаться в подобной ситуации. На песчаном берегу обессиливший и изможденный Эдриэн Нобс потерял сознание, пережив длинную ночь и очередную бурю. Последнее, что я помню, что я молился. Что было потом? Шум вертолета вверху над рекой. Это был вертолет береговой охраны. Я подумал, спасибо. Я смотрю на вертолет, а он повернут ко мне хвостом. А там нет окон, и никто не может меня увидеть. Никто. После длинной недели, полной молитв, у Эдриэна было последнее обращение к Богу. Я видел, что они улетают. Я сказал, теперь твой ход. Просто поверни голову. Пусть он повернет голову. Пилоты настаивали, что надо перейти к поискам в другом месте. Я в последний раз бросил взгляд через левое плечо. Мне показалось, что я вижу что-то, чего быть не должно. И я понял, что это не дерево, а выживший. Внезапно вертолет завис. Открылась дверь и... Я вышел из вертолета и направился к Эдриэну. Он сказал мне, что провел там семь дней в ожидании помощи. Вот она. Мы здесь, чтобы спасти тебя. По правилам, спасатели забирают только пострадавшего и не берут ничего из его снаряжения. Но Эдриэн не мог бросить ружья, особенно то, что рассказывало об ужасной судьбе Гаррета. Они повели меня к вертолету, но я сказал, что надо забрать ружья. Я сказал, что семья Гаррета должна увидеть ружье с посланием на нем. Я хотел взять его с собой. Они поняли это, разрядили ружья и взяли их в вертолет. Когда Дэвид сказал, что готов, мы набрали высоту и развили максимальную скорость. Дэвид был обеспокоен тем, что у Эдриэна переохлаждение. Мы хотели доставить его в больницу как можно скорее. Это самый невероятный полет на вертолете в моей жизни. Мы долетели до Кичика на минут за 15. Они доставили меня в больницу. И все стало хорошо. Провести семь дней под дождем и ветром – это немыслимо. То, что он смог так долго продержаться, почти без еды и воды и крыши над головой – это просто чудо. Его настрой и выдержка – основные причины, почему он смог выжить. У него были причины и воля остаться в живых. И он продержался. Если бы вы спросили меня тогда о том, кто мои два главных врага, я бы сразу сказал, что это ветер и дождь. Это было ужасно. Но все же, если бы не дождь, где бы я взял пресную воду в нужном количестве, чтобы ее пить? Даже сильный ветер, который сорвал изобилие с якоря и унес в море, где ее заметил проходящий корабль, обрел новый смысл. Если бы не он, родные хватились бы нас не раньше воскресенья. Береговая охрана начала бы поиски позднее, дав нам время на возвращение. Поиски начались бы в понедельник или вторник. В том состоянии я бы не дотянул до этого времени. Так что, опять же, враждебный ветер оказался спасением. Проведя две ночи в больнице, Эдриэн сразу направился к родителям Гаррета. Примите мои соболезнования. Он вернул ружье Гаррета, где описаны последние минуты жизни их сына. Гаррет Хаген, Крейг Аляска, погиб, перевернувшись с медведем на лодке. Я смотрел на ружье и думал, что сам поступил бы так же. Я разрыдался. Это был очень эмоциональный момент. Очень эмоциональный. Спасибо. Я рад, что ты смог спастись. Через четыре дня после того, как был спасен Эдриэн, было найдено тело утонувшего Гаррета Хагена почти в сорока километрах от места, где стояла на якоре его яхта. Когда жизнь Эдриэна повисла на волоске, он вел диалог с Богом, что помогло ему сохранить рассудок в ужасной ситуации. Он также использовал свои навыки и знания дикой природы, чтобы сохранить жизнь. Но память о родных и близких стала для Эдриэна тем, что помогло ему спастись и освоить науку выживания. Продолжение следует... Продолжение следует...